Всем привет! Сегодня у нас в выпуске очень интересный гость, мастер черно-белого портрета, фотограф Алексей Корзов. Леша, привет! Привет! Большое спасибо тебе за то, что согласился принять участие в нашем интервью. Я думаю, что у нас сегодня получится очень интересный выпуск. Абсолютно. Интересно узнать не только техническую сторону, как ты снимаешь, на что ты снимаешь, но именно получить вот эту порцию вдохновения на тебя. И вот первый вопрос. Расскажи о том, как ты стал фотографом, как ты пришел в эту яму, как я упал. Дело было в 2008 году. Мне было 18 лет. И работал я библиотекарем 9-го разряда в Российской национальной библиотеке здесь, в Санкт-Петербурге, на Парке Победы. Я не скажу, что фотография... Я родился фотографом. То есть, что мне дедуля там когда-то передал свой «Зенит» и сказал, вот здесь фокус и крути, будет получаться круто. Но мне вообще нравилось заниматься каким-то искусством, творчеством. Я не буду говорить слово «искусство». В младенчестве это было творчество. То есть, что-то там рисовать, играть на каких-то там музыкальных инструментах, почему-то бить, какие-то струны там трогать. И как человек, увлекающийся психологией, где-то там лет в 14-13, я вообще подумал, почему мне нравится искусство. Ну, то есть, почему я хочу заниматься творчеством. Смотри, есть люди какие-то, они порой могут жить на самом деле довольно плохую жизнь. И они могут вообще, я не знаю, употреблять всякие какие-то плохие вещи, плохие слова. Но при этом их оправдывает то, что они делают. То есть, человек что-то создает, за ним есть какое-то вот это модное слово «бэкграунд». Вот он что-то выдает в мир, и вот это что-то может кому-то либо помогать, либо этим любуются миллионы, миллиарды людей. Они это слушают. И я подумал, черт возьми, я хочу стать творческим человеком. Не потому что я хотел, естественно, загубить свою жизнь, а потом, ну, смотрите, зато я творил. Нет, мне просто нравилась сама мысль о том, что ты находишься где-то, ты сидишь где-то, вот, не знаю, там, ужинаешь с родителями. А какой-то твой вот продукт, творчество твое, то есть, фотография, музыка, там, песня, картина, сейчас обсуждается, там, десятками людей, сотнями людей, тысячами людей. Она может где-то висеть, в интернете ее могут там смотреть, обсуждать, перекидывать друг к другу. То есть, ты создаешь себе какую-то параллельную реальность, наверное. То есть, параллельную жизнь, которая живет вроде как рядом с тобой, но при этом найдет параллельно. Я увлекался музыкой, я научился играть на гитаре. Мне папа тогда сказал, что тебе нужно три аккорда знать. Вот АМ, ДМ и Е. Вот, потом, когда научишься их, зажимай еще БР, Ф, и руби там гражданскую оборону, все идет по плану, все девочки будут твои, потому что девчонки любят пацанов с юмором и тех, кто, да, и тех, которые умеют играть. Я не был брутальным, кстати, я был с милированием, у меня были какие-то проколотые уши. Ну, в смысле, не сейчас проколотые, просто я уже не ношу. Вот, да, и в школе я писал песни, но это все ограничивалось рифмами любовь, морковь, там, бровь. Сейчас пишешь песни? Я хочу вернуться в эту штуку, но мне что-то вот не хватает. Вот я не знаю, чего, надо какой-то пинок, наверное, получить. Я люблю играть на гитаре, я люблю ходить в караоке, хоть это многих и бесит в моих сториз. Привет, Антон Лисов. Но мне это нравится. То есть музыка, это тоже, мне вообще нравится любое творчество. Но как-то я писал песни, и мне со временем, ну, я понимал, что это куда, мне становится от них стыдно. То есть я хочу писать глубоко, я хочу писать о каких-то проблемах, я хочу, может быть, писать о любви, но при этом без вот этих каких-то сопливых там рифм. Думаю, ну, наверное, музыка все-таки не мое. Вот. И мне просто в руки попал фотоаппарат мамин, мыльница, кодек. Я только начинаю все фотографировать, фотографировал одноклассников, одноклассниц. И я смотрю, что, ну, получаю какие-то хорошие отзывы, положительные. То есть, о, ничего себе, ты вот это, ты чувствуешь кадр, ты видишь, ну, эти стандартные фразы для фотографов-портретистов. Да, ну, то есть, или там, ты видишь меня не так, как видят все остальные. А, естественно, у тебя начинает от этого все разгораться. То есть положительные комментарии в твой адрес, они всегда у тебя заполняют так вот, внутри, тут какую-то некую стамину, которую ты хочешь потом, потома, хочешь потом выбрасывать дальше и дальше и дальше. И я подумал, ну, черт возьми, мне так нравится фотографировать людей, знакомиться с ними. Потому что потом появлялись, ну, незнакомые, я писал просто людям там в интернете. Я подходил на улицу, говорю, слушайте, вы очень, ну, интересный персонаж, можно я сделаю вам какой-нибудь портретик там? Вот, кстати, как люди реагировали на такие? Да все хорошо, вот все хорошо. Это загвоздка только в наших головах, что на самом деле мы вот живем в каком-то там мире, либо в стране, в городе, в котором почему-то все должны там, ну, друг от друга держаться в стороне. В метро все садятся. Ну, бывает же такое, сидит вот человек в метро, например, посередине. Да, не то, что, допустим, и вокруг куча пустых мест, да, и мы всегда садимся куда-то в другую сторону. Или, допустим, мы видим там какого-нибудь человека в лифте, вы начинаете отворачиваться, просто потому что мы почему-то воспринимаем соседа как какого-то врага. Но если вот эту штуку перебороть и на самом деле понять, что этому человеку, возможно, так же не хватает общения, как и тебе, и ты к нему подходишь и делаешь ему там простой комплимент, банальный комплимент, что вы очень интересно выглядите, я хотел бы сделать вам портрет. За редким исключением. Бывают, конечно, такие люди, и то они бывают просто потому, что вот, ну, стереотипы у них в головах сидят. Что если ты подходишь с каким-то комплиментом, у нас же сейчас до абсурда порой может вообще доходить, ты... Да, но ты бабушке, ты бабушке, у меня бывали случаи, когда я хотел там бабушке поднять сумку там по лестнице, а она там сразу нет-нет-нет-нет-нет, то есть они сразу начинают думать, что ты обкрадешь там, своруешь, я не знаю. Да, то есть это надо менять. И в первую очередь, конечно, нужно менять самому, начинать самого себя. Мне никогда не отказывали вот именно в таких вот банальных вещах, кто бы это ни был. То есть это могут быть просто, не знаю, там слесарь сидит там такое, что-то там делает, и ты к нему подходишь и говоришь, слушайте, вы очень круто выглядите, у вас просто вот нас искры прямо летят, можно как-то это снять? Он такой, да, конечно, людям приятно от этого. Вот, и... Кстати, у нас на фотофакультете вот такие фотоистории как раз и пользуются популярностью. Вот история о слесаре, еще о враче, о людях, профессии. Я сейчас в Таиланде был и тоже спросил, там был русский парнишка, который нас там на экскурсии нас ходил, вообще очень нам помогал. Вот, и он просто говорит, я хочу, чтобы вам здесь было клево. Я такой, слушай, здесь столько колоритных людей, но как они относятся к тому, что ты их будешь фоткать? Потому что мне рассказывали, что он потом может пойти там в полицию, сказать, что ты там его фотографируешь незаконно, и тебя там штрафуют. Ну, страх иногда, ну, а другая страна, все-таки другая страна, нужно знать их закон. Он говорит, вообще изи, просто подходи, говори, что, извините, можно я сделаю вашу фотографию? Я отснял так, по-моему, ну, 10 человек просто идет, там парничек татуированный, причем он идет такой суровый. Ну, вот как это, тонк-поп хикбоксер такой. Идет, я говорю, sorry, ну, я говорю, можно, пожалуйста, фотографию сделать? Он такой сразу... Да, 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 не отличается. Дело в том, что не отличается. Здесь то же самое, абсолютно. Мне не попадали здесь люди, которые говорят, можно сделать вашу фотографию? Нет, нельзя. Просто, наверное, изначально ты не хочешь подойти к людям, которые, ну, вызывают какой-то вот такой вид, ты видишь, что они какие-то угрюмые, грустные. То есть если ты видишь человека И вот связь какая-то, наверное, есть То есть если он тебе импонирует Скорее всего он Сам по себе хороший человек, добрый И будет улыбаться Поэтому, друзья, подходите к людям на улицах И это будут самые лучшие портреты у вас Я вас уверяю Ты говоришь, что ты начал заниматься музыкой Играл на гитаре И неудивительно, почему ты хотел фотографировать музыкантов Расскажи про свой первый опыт Кого из музыкантов ты фотографировал? В первый раз, как это было волнительно, страшно Это был Михалыч из Animal Jazz И я думаю, что это был просто самый лучший старт Который можно было придумать Мы познакомились с ним случайно Я не тот человек, который там визжит, пищит Если видит какую-то там звезду Просит там автограф Мне кажется, хуже человека, который просит автограф у музыканта Только человек, который просит кого-то взять автограф для него у музыканта Ну, то есть, вот это какая-то заветная Ну, наверное, не хуже, я не буду осуждать этих людей То есть, просто как-то, ну, я, наверное, к ним не отношусь Ну, здорово, клево, музыка нравится И мы познакомились на концерте Психеи Моя знакомая сказала, что сейчас придет Михалыч с Animal Jazz Вот там в гости сюда, там, не знаю, Психею послушать Я говорю, ну, здорово Все, он приходит Она говорит, это Леша Михалыч Он такой в шапочке сидит И говорит, все, здрасте Вот, и я хотел уйти с концерта уже Как-то не очень он просто там был И она говорит, да заходи к нам в гримерку, мы потусуемся Вот, я захожу, что-то, Михалыч такой Ну, вот, чем ты занимаешься? Я говорю, я библиотекарь Он такой, ну, а серьезный? Я говорю, серьезный библиотекарь Он такой, ну, нет Он серьезный Такая, было еще хуже Я тогда был в толстовке Лансдейл Такой, он говорит, Сергей, пропуск показывал Он там ухахатывается Говорит, да как так можно? Я говорю, ну, тебе же в стендап надо идти Ты же шутки мочишь Я говорю, ну, мочу, и что? И я такой, у меня прям вот щелчок такой в голове Так я же ее и фоткаю Ну, то есть, это тогда было Ни профессии, ни цели в жизни какой-то Ни каким-то крестом, который я на себе несу Я просто говорю, слушай, а я же, ну, фотографирую еще Можно я портрет тебе как-нибудь сделаю? Он такой, ну, а что фоткаешь? Покажи Я достаю телефон, показываю ему там 4 или 5 своих работ Он такой, слушай, а нормально? Хорошо? И я думаю, да, конечно Ну, просто, чтобы меня, наверное, не обидеть Он говорит, добавь меня ВКонтакте в друзья И потом встретимся с тобой Вот, я добавляю, у меня, вот, типа, ничего себе Я как-то общаться сейчас, что ли, буду с Михалычем Вот это уже другой уровень Как бы он тебя запомнил Ты с ним разговариваешь, пишешь И я ему, ну, вот, привет, такая вот история И он такой, да, давай Ну, как обычно, там времени мало Два месяца нам потребовалось, чтобы встретиться Но он сказал, у меня вот есть сегодня полчаса Мы снимаем клип Джига На конюшенной Говорит, приезжай, вот, полчаса будет Я там технику в аренду взял Там полтинник себе 1,2 То есть, который там сейчас, я не знаю, сколько он стоит Ну, больше, там, 500 Сколько, очень много, в общем, он стоил Думал, ну, обязательно нужна техника Нельзя вот ни в коем случае сейчас облажаться Вот, и он приходит такой И начинает с ним просто разговаривать Просто, чё, чё, как дела? Чем занят? Такой, а, и по-моему, у него какая-то там То ли фляжка была с виски Такой, хочешь виски выпить? Я такой Такой, да Я говорю, давай Вот, и он такой, ну, чё, как там? Как мне встать? Куда? И я как-то просто проникся всем этим процессом Ну, во-первых, я понял, что это ровно так же, как я когда-то фоткал на мыльнице своих там одноклассников-одноклассниц Ничего другого, ну, ничего То есть, я ровно так же могу говорить все те же вещи, которые говорю Я могу пошло шутить, могу рассказывать там анекдоты И он делает то же самое То есть, абсолютно какая-то грань сразу стерлась Комментарии от него? Да, да И в итоге он такой, а кого еще он хочет пофоткать? Сразу меня такой спросил Я говорю, слушай, ну, кто? Я говорю, может, там Каста? Он такой, да, я напишу сейчас Касте Вот, придем на вы Кто еще? Ну, я говорю, с кем-то знаком Да, говорит, со всеми знаком И вот тогда первое, что я подумал, что нужно обязательно показаться хорошим человеком Потому что иногда фотографы приходят, такие какие-то забитые там Либо того хуже на пафосе То есть, ты меня выбрал Я, значит, классный Значит, по моим правилам здесь будем играть Я понял, что мы с ним поговорили вроде там как-то минут 20 И он сразу проникся ко мне Не просто как к фотографу, а как к человеку Сразу захотел мне чем-то помочь То есть, он понимал, что Если я ступил на эту дорожку Мне нужно шагать по музыкантам дальше Вот, и когда пришел домой Я как-то обработал ту фотографию Не умею вообще тогда ничего обрабатывать Просто сидел там Блин, ничего себе У меня там Да, у меня, значит, тут Михалыч, вокалист группы Animal Just То есть, вот Тот, кто пел там Лето, три полоски на кедах Вот он у меня сейчас Вот в таком вот разрешении И я должен сейчас В моих руках вот просто его портрет И изначально был, и сейчас Я ему скидываю Он такой, класс Выкладывает себе на аватарку сразу И я там такой И люди стали лайкать Писать комментарии Типа суперкруто И я сижу, думаю, так это же получается Ну не просто, не только ему Да, это еще и мне, значит, пишут И, ну, как наркотик, да, наверное, случилось вот это Я понял, что до черта возьми Это все так клево Ну, то есть, ты свое творчество можешь показывать гораздо большему Количеству людей Плюс, опять же, я говорил про интересных людей То есть клево фоткать интересных людей Так уж повелось, что музыканты и вообще творческие люди Они со стопроцентной, со стопятидесятипроцентной вероятностью Являются интересными людьми С каким-то огромным багажом за спиной И они почему-то хотят об этом всегда рассказывать Ну, то есть, им это тоже интересно Так же, как мне сейчас То есть, мне всегда, я рассказываю там некоторые истории По 500 тысяч раз, там, особенно там на мастер-классах Но я рассказываю их как первый раз Потому что интересно, да, люди Да это как я говорил Рассказал, получил какую-то порцию вдохновения Вот, и да, Михалыч был первый И потом так вот как-то в геометрической прогрессе Да, и мы сейчас хорошо дружим Я сфотографировал обложку альбома им недавно За две минуты мы это сделали Скажи поподробнее про это Он мне написал, хочешь сделать обложку? Я говорю, хочу Но уже, кстати, там все эти истории Когда какие-то обложки, они обрастают там, ну, некой коммерцией То есть, мы друзья, но при этом все понимают Что как бы кормиться дружбой И это, конечно, хорошо Но иногда можно и деньги платить И он такой, да, все, я согласен, давай Мне нужна девочка с ребрами У тебя есть такая девушка? Я такой, ну, наверное, есть Вот, скидывает мне референс Говорит, нужно что-то подобное Я сразу в голове по референсу считываю Как я буду это фоткать То есть, понимая, какой источник света я направлю Как мы будем ставить девушку Осталось найти девушку В сторис себе делаю пост Что? Ищем девушку с ребрами Желательно, да, худую Вот, и моя знакомая, которая очень-очень-очень Долго являлась и является фанатом Animal Jazz Прям до дрожи вообще Она плачет на концертах Она говорит, так Юля Шпетрова, наша общая знакомая Я такой, точно Я говорю, Юля, а что как? Я говорю, можешь фотку ребер скинуть Тебя Михалыч перекинул Она там как-то что-то поджимает там себя Фотографирует Я прислал Михалычу и говорю, то, что надо вообще Я говорю, слушай, ты не против, если и Ксюша придет Та самая подруга Говорит, вообще, то есть, приходите Да, не-не-не, Ксюша, Ксюша, она просто придет познакомиться То есть, я подумал, что это классная возможность Она реально прям фанатка И я хотел вот их как-то познакомить Вот, и мы пришли Михалыч еще там где-то в дороге был Я сразу поставил свет Он приходит такой с банкой колы Говорит, ну что, давай И в итоге он не успел даже банку колы допить Я ему показываю фотографию Он такой, да как ты это делаешь? Я говорю, ну, а что в этом сложного? Ты же вроде мне референс показал Он говорит, не, ну подожди Ну как? Говорит, обычно это все долго Я говорю, ну, да не знаю Как ты не знаешь? И он потом поехал домой Две минуты реально все длилось Поехал домой и написал мне сообщение Михалыч вообще как бы часто Моя жизнь, наверное, меняет И как-то подпитывает меня И он написал сообщение Про с тобой так, ну, круто работать И хочу тебе сказать, что если ты находишься Ну, примерно, то есть я цитаты скажу Что если ты в мире находишься на своем месте То вселенная это чувствует И всегда будет помогать тебе на нужные моменты И подталкивать Вот, и он говорит Не уходи с этого места никогда в жизни Он говорит, ты прямо на своем пути А Михалыч знает То есть он такой мизантроп Интроверт, который вынужден быть экстравертом Это он сам мне эту фразу сказал Я интроверт, который вынужден быть экстравертом И от него эта фраза Прям вот, можно было сказать ее шепотом А от него она как будто разоралась там На весь мир Я такой читаю, говорю, блин, спасибо Он говорит, это так Я говорит, это так Все, и потом мы с ним вконтакте попереписывались Как ее там обработать То есть там подрисовать объемчик И все, сейчас можете посмотреть обложку альбома Время любить, Animal Jazz За кадром покажем Вот, да Вот, сделали и классно Здорово, здорово Расскажи о самой запоминающейся съемке Вот если их, конечно, нет Самая запоминающаяся, наверное, съемка Рома Зверя Ну не потому, что это как бы Рома Зверя Ее, вообще как бы ее начинка этой съемки И однажды я написал себе просто какое-то дело на день Написать Роме Зверя с предложением пофотографироваться То есть оно абсурдное Но я подумаю, я ничего не потеряю Ну напишу и все Почему? Напишу везде Там на e-mail Роме, в инстаграм Роме, в контакт Роме Менеджером Напишу, покажу свои фотографии и авось И тут же приходит согласие Говорит, да Но у нас нет времени там в студию поехать Давай за там 5 минут до, условно говоря, до концерта То есть на саундчек приезжаешь в клуб И вот тут было две дорожки Первое, сказать Я не сделаю таких же портретов, как в студии То есть в гримерке Потому что нету света Ну, объяснять, ну, менеджеру музыкальной группы Что там мне нужны вспышки Я подумаю, ну вдруг она не разбирается Вдруг она подумает, что я там, не знаю, себе цены набиваю Или второй вариант событий Я подумал, каким образом мне можно Как бы привести фотостудию, условно говоря В гримерку У меня был один набор Там была вспышка дешевая И софтбокс То есть я по улице с ними ходил Ну, как бы вспышка, тоже вспышка И подумал, что мне нужно еще одну купить Чтобы получить какой-то некий контровой свет Вот как на тебя сейчас, понимаешь Тоже, контровичок бьет И мне нужно было такой же светотеневой рисунок получить В итоге я покупаю этот второй набор Самый дешевый То есть у меня не было денег вообще Ну, я сейчас, наверное, стал зарабатывать Какие-то... Да, но я где-то там выделил 10 тысяч рублей Чтобы купить там стойку, вспышку, софтбокс Все это купил И у меня техника была дешевая У меня был там Canon 5D первой модели Объектив там, зуйка 50 миллиметров Это советский Ну, со советских времен Да, то есть я его купил за 5 тысяч рублей Где-то там у товарища на улице Зины Портновой в Питере Я на троллейбусе, помню, к нему ехал на 29-м Такой там... Объектив крутой вообще И когда я приехал, Рома выходит Вот, ну, не знаю, мандража не было почему-то Ну, во-первых, уже я переснял много музыкантов И он такой, выходит просто такой Рома, Рома То есть вот просто вот так говорит Рома, я говорю, Леша Такой, ну что, давай, как мне тут встать? А я понимаю, что нету пилотного света, вспышек Объектив закрывается То есть я закрыл диафрагму до 8 для того, чтобы там фон был сзади полностью черный И я ничего не вижу вообще Просто И вот, ну, я в секунде от факапа полного Полного Ну, не могу в этом признаться Я не понимаю, что делать Да, я не понимаю, что делать Как-то же какие-то вопросы начинаю ему задавать Вот И приходит мысль просто светить фонариком от айфона в глаза Я говорю, ну, я ему объяснил Он, благо, он увлекается фотографией И он понял, что происходит Я говорю, я не могу сфокусироваться, то есть можно вот так Он такой, так Вообще без проблем Вот Мы светим глаза фонариком Я фокусируюсь Фонарик выключается Я делаю кадр Некоторые сейчас умники говорят, что нужно было просто открыть диафрагму Сфокусироваться и закрыть Но там было настолько темно Ну, просто Ну, абсолютно Абсолютная тьма И специально я поставил его в тьму Чтобы он как бы вылетал из нее Да Вот Я делаю этот кадр Выхожу просто потом Во-первых, он позвал дальше меня в гримёрку Давай еще там пофоткаемся То есть я сразу понял, что Ну, я нормальное впечатление все-таки произвел Он не сказал там Слышь, да, уходи отсюда И спустя время он мне пишет Что хочет выкупить эту фото на обложку книги своей Вот И я эту фото продаю Вот И потом, ну, как бы у нас идет какая-то Ну, я не зову это Какая-то дружба Но уже там три года подряд Четыре Мы ходим к нему на день рождения в Питере Он отмечает Он выступает в юбилейном Группу Звери Потом мы вот его там ходим поздравлять И, наверное, это самая запоминающая съемка Из-за того, что Не из-за того, что, опять же, это был Рома Зверя То есть из-за того, что как можно Быть, да, на грани факапа Быть полнейшего И при этом Ну, получить кадр Который, да, в принципе, наверное Дает тебе вот такой вот толчок Просто выстрел Тебя как этот Как Angry Birds Тебя вот натянули И пустили тебя там Вот А так Да много таких было там Сергей Мазаев Из группы моральный кодекс По-моему, за три минуты Это было все сделано То есть это прям Как этот На поток было поставлено То есть цель была Получить знакомство Пообщаться Вот поставить себе внутреннюю Какую-то галочку И сделать портрет Хотела задать этот вопрос Намного позже Но Помимо оперативности Назови еще Вот Самое главное качество Крутого фотографа Умение Умение разговаривать То есть коммуникабельность Опять же Я об этом говорил И В блоке Про знакомство с людьми То есть люди Часто приходят ко мне На мастер-класс И вот просят советов А я вот смотрю И понимаю, что вам в принципе Сейчас не ко мне надо на мастер-класс Идти И понимать, как свет работает Вам нужно вот вплотную Не знаю Либо по психологии книги почитать Либо на тренинге Какого-то там Не знаю Коммуникабельности Ораторского искусства Походить То есть люди настолько замкнуты И это Очень большая проблема Я понимаю, что Если бы я пришел тогда Кроме зверя Или там К Мазаеву И сказал Извините Ну вот Ну я И вот что Они сразу О тебе строят Какое-то впечатление А когда ты такой врываешься Все просто Мы сейчас ставим вот это Они такие Оп Ну нормальный человек То есть открытость Она уважается Это Сто процентов Помимо Коммуникабельности И знания русского языка Я Наверное Ценю Скромность Всегда Вот Очень ценю скромность Обожаю скромность Если бы все люди были скромные Вокруг Все было бы так Хорошо Ну то есть Никогда не нужно ставить себя Там Выше кого-то Будь то Рома-зверь Или перед тобой Я не знаю Кондуктор Или официант Потому что Никто не знает Никто не знает Кем ты станешь завтра И кем станет завтра Человек С которым тебе сейчас Приходится Общаться Вот Еще из качества Наверное Бояться не надо Это тоже очень важно То есть Отсутствие страха Какая-то смелость Это Это важно Многие вещи Запарываются Прямо На корню Сразу Я это не сделаю Потому что Вот То есть Мы Очень часто записываем себя Я люблю эту фразу повторять Сразу В аутсайдеры То есть Знаете Как вот Есть фильмы Как Тренер По-моему С Козловским Был Он говорит Да нам Вот он говорит Зачем нам это надо Он пришел Говорит Мы должны выиграть Чемпионат Зачем нам это надо То есть Мы здесь Получаем Свою зарплату Куда Как мы Обыграем Тех вот Ребят Он такой Так вы Значит Автоматически Себя к лузерам Приписали Он такой А что такого Он говорит Мы играем Мы работаем Получаем Свою какую-то Зарплату И все Мы ни к чему Не хотим Стремиться И придумывать Каких-то кучу Оправданий Я сам таким Был когда-то Я смотрел На работу Там именитых Фотографов И завидовал Но всегда Находил Какие-то Оправдания Наверное Почему Они могут А я не могу И при этом Эти оправдания Были просто Чтобы Чуть-чуть Пожар в себе Потушить Смазать Как-то Шестереночки Своей Скорби По жизни Я Да-да Ты себя оправдал Как-то легче стало Я говорю Да ну Понятное дело Да понятное дело Я бы тоже Допустим Там Снимался У меня была Не знаю Среднеформатная Камера Какая-нибудь Фейс 1 Да-да Я такой Ну и что И ты Талант Даже приписывал К людям Я в принципе Вообще против талантов То есть я считаю Что если ты Занимаешься Каким-то делом На протяжении Какого-то времени Хотя бы года И ты это не забросил Вот как я с песнями Вот я их забросил Тогда Потому что Ну у меня прям Вот как-то Отпустил у меня От этого Я понял Нет, это не мое Писать Да, вот эти Соплежуйские штуки Это не мое Если ты не забросил У тебя не получается Но ты не забросил У тебя уже к этому Талант Автоматически Вот Но Здесь нужно правильно Как-то развиваться И вот наверное Самое такое Завершающее качество И И очень важное Это желание Самообразовываться Самообразовываться Вот тоже Мы не можем Круглыми сутками Посещать там Какие-то фотошколы Фотостудии Там с утра Встал Поел кашку И пошел Чему-то там учиться То есть Есть какие-то работы Какие-то обязательства Но всегда есть Какие-то минуты отдыха И вот если ты эти минуты отдыха Заполняешь Просто там Пролистывая лето в инстаграме Посмотрев что там Одна не померла Второй себе тачку купил Там Третий Пятнадцатый ребенок Уже родился Одна там В ресторане Форель жрет За 3000 рублей Или же Ты начинаешь листать То что тебя может вдохновить Выбирай Обязательно второй путь Вот Самообразование Это очень важно А вот Продолжая Про комплект техники Еще какими Объективами ты пользуешься У меня Все объективы Сигма Вот Я их себе купил Потому что Они резкие Как Понос детский Вот Цензурка А что цензурка Все будем родителями Или есть У меня 24 85 И 35 У меня просто Когда-то была Изначально вообще Образовательная деятельность У меня Которую я Сейчас веду Там мастер-классы Пошла из-за того Что я хотел себе Срочно заработать На объектив 35 миллиметров То есть я думаю Блин Я его где-то в аренду Взял один раз Это все так можно было То есть такие картинки Получать Вот И запустил как раз рекламу Тогда Провел 12 занятий И за месяц Вот сам себе заработал Фотографии На первый объектив Сигма И там тоже Классная история была Что через некоторое время Мне кто-то скидывает Что в Москве проходит Москва фотофест И такие А ты знаешь Что твои работы Висят на стенде Сигма Я такой Ничего себе Я пишу Сигму А как А что Они такие О Классные работы Берите у нас Еще технику В аренду Там Я такой В аренду Да я говорю Кровью потом На нее заработал Да ладно А мы думали Что вы с нами Сотрудничаете Вот это интересный вопрос Они использовали Твои фотографии Получается в своем стенде Ну это не продажа Как бы была То есть они на сайте Использовали Если дойти на сайт Сигма Кстати В примеры Работать 35 метров Там есть Но на это Они спрашивали разрешение Вот Да А то что они Использовали на фотофесте Я вообще к авторским Правам очень просто отношусь Вот У меня есть друг Фотограф Дима Гаврилов И он очень классную вещь сказал Что на самом деле Авторское право Вот Дима привет Дима привет Дима привет Дима привет Дима привет Что Авторское право Оно по факту Губит прогресс Вообще То есть у нас многие такие Я Допустим Кто-то создал там Полусырой продукт И ты такой понимаешь Что я знаю Как это улучшить Вот знаю Я сделаю еще лучше И вообще все Мы там Не знаю Рах победим В космос Полетим За две минуты Но ты не можешь это делать Потому что кто-то пошел там И запатентовал какую-то вещь Типа смайлика Это же самая там классная история Запатентовал смайлик То есть каждый Кто использует смайлик Где-то теперь в рекламных целях Должны оплатить Какому-то человеку Вот И я Зачем мне ругаться Сигмой Которая Потешила мое самолюбие Опять же Меня вдохновило То что я Извините Значит Могу Что-то создавать То есть Да Что это заметили Они сами Где-то это взяли Я в этом плане Вообще не конфликтный человек Абсолютно не конфликтный И Ну Не вижу вообще смысла Как-то с ними ругаться Мы подружились Наоборот И то есть Я сейчас Долгое время пытался Стать их амбассадором Но они сказали Что нужно Мы это за То есть в России Но нужно То есть Отправлять в Японию Запрос И они там решают Мы со своей стороны Можем тебе Высылать постоянно стекла Если ты в Москве Вообще можешь приходить Забирать Просто писать Какие-то тесты Ну анонсы И я говорю Ну пришлите мне 85 миллиметров Посмотреть Высылать просто Да 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 То есть На месяц Они мне их выслали Ну стекло 85 И я на него поснимал И такой Угу А я раньше Очень не любил Вообще это фокусное расстояние Я считал Что это какая-то Непонятная Промежуточная Ненужная история Между полтинником И 135 Ну тут я такой Вот как-то сигму беру И такой Угу То есть И такое я могу делать Да Я написал для них анонс Точнее Обзор Показал свои работы Опять же Они выложили у себя Официальной группе Сигма Ко мне перетекло Какое-то количество людей Оттуда И я настолько Влюбился в этот объектив Что купил его здесь Но тоже купил Со скидкой за рекламу Вот То есть Я по себестоимости его взял В принципе неплохо То есть Это И 24 35 И 85 Хочу полтинник еще купить Наверное Докупить Но пока хватает и так То есть Три объектива Хожу с ними снимаю И все Ну когда такие крупные компании Берут у тебя фотографии Это приятно А бывали ли случаи Когда кто-то из обычных людей Просто воровал И выдавал это за свое творчество Не Ну я не натыкался Только на лицо свое Натыкался Когда В какие-то сайты знакомства Да Да Такие Писали там Что-то Ну такое Когда-то там Я даже не помню Какие тебе были знакомства Ну и порой Если там вообще В интернете говорят Это ты, не ты Я круто Не, не я Работы моей нет Не воровали Что выдавать Нет Ну то есть Музыканты часто Просто я там Еду и так Моя фотка там на афише висит А порой могут не спрашивать Но Часто все-таки спрашивают Нет Не воруют Может они достаточно хорош Для этого конечно Воровали Боятся Ну а как А что воровать Ну то есть Я же не снимаю там Я понимаю там Какая-то пейзажная фотография Ты где-то там Ее можешь за свое выдать А тут Не знаю Ты выкладываешь Это я сфоткал там Антона Лисова Но мне кажется Это очень быстро всплывет И И это Будет опровергаться Будет опровержено Плавно мы перетекли К социальным сетям Перетекли Перешли К социальным сетям Перетекли Хотела добавиться К тебе вконтакте В друзья Но Не получилось Тысяч Друзей Да и комментарии сейчас существуют Сейчас же столько обходят Есть чатики Для меня это стало Наверное Вот знаешь Когда Молотком гвоздь забивают Я такой думаю Да не Ну не Сейчас уже ничего не будет Сейчас И вот когда Последний Такой удар Молоточка В гвоздь Когда он Все забивается Я узнал Что существуют Какие-то часики Активности Где ты туда Скидываешь Свою работу И допустим Горишь Похвалите Мои там Волосики Похвалите Мою новую Татуировочку Похвалите Контраст На моей фотографии И ты думаешь Блин И ты закидываешь И вот у всех Одинаковый комментарий То есть не просто Там смайлики Потому что смайлики Фильтруются А там Люди реально Для чего они это делают Потому что потом Они закидывают Свою фотографию Ну то есть Камон Вы что вообще Типа поехавшие В друг друга Просто зачем-то Комментируете Не зная Ну как бы Что-то там Да Про Про то Почему у меня Как бы стали Там добавляться Подписчики Я тоже Не являюсь Каким-то Очень крупным Фотографом По количеству подписчиков Вот Я Вообще Как бы Ну наверное У меня много Подписчиков Я понимаю У меня хорошая активность На странице Но есть те У кого больше Я не беру В расчет Блогеров Не беру В расчет Там Певцов То есть Потому что Первое У всех Совершенно разная Аудитория То есть Абсолютно Так уж повелось Что основная Аудитория Тех Кто Вот Подписывается Лайкает Комментирует Это детишки Ну это дети Дети Это прям Двигатель Вообще Просто всего А если дети Хейтеры Это все Ты станешь популярным Моментально Поэтому у музыкантов Есть какое-то количество Подписчиков Больше Чем у меня Но вы зайдите Какому-нибудь блогеру У него Порой По миллиону лайков Миллион лайков Я только думаю Так Миллион лайков А вот допустим Есть Володя Котлеров Из группы Порнофильмы У него сейчас 67 тысяч подписчиков Вроде 67 тысяч Вроде много Но До миллиона лайков Ему далеко И у него То есть По лайкам Там 5-6 тысяч 10 иногда Тоже Вроде много Но до миллиона Ему далеко Но Володя Котлеров Позавчера Собирает Ледовый дворец В Санкт-Петербурге Ледовый То есть Он собрал просто Да Вот где Вот эта грань Важны Важны эти подписчики Или нет Я Ну понятно Хочется Всегда Настоящих Настоящую активность И Достаточно ли Хорошо фотографировать Чтобы на тебя Подписывались Я скажу Что нет Абсолютно точно Нет Социальные сети Они создают Ты создаешь В них себе Какую-то страничку Ты создаешь В них себе Какую-то личность И эта личность Может в принципе Отличаться От твоей реальной Это к твоему Заглавию Моему представлению То есть Что ты ожидала Какого-то злого Брутального чувака Он на самом деле Ну как бы добрый Вот Я просто Создал себе Лирического героя Мне прям Вот в кайф От этого Здорово Я вроде делаю Брутальные фотки А почему бы мне Не быть таким Суровым чуваком То есть Ты создаешь себе Какую-то определенную Личность Да Какой-то образ Имидж И Если ты просто Будешь Там Выкладывать Какие-то фотографии Когда-то Это могло зайти Когда у нас Там и в России Были несколько Там фотографов Которых все знали То есть Тебе называли фамилию О, все Их же сейчас Миллионы Сейчас я говорю Сейчас столько людей Которые круто фоткают И поэтому Я стал задумываться Какую пользу Пользу Это важно Какую пользу Я могу Приносить Своими социальными Сетями То есть В любом случае Если ты хочешь Получать себе Здравомыслящую Нормальную аудиторию А не ну просто Вот лайкари Каких-нибудь Которые Там в чатах Активности Сидят То Ты должен Как-то Их Останавливать Вот Есть Да Есть реальный мир Например Вот к вам Там подойдут На улице Поздороваться Тебе поговорить Ты там Их заинтересовал В В реальном мире В виртуальном То же самое Вот они Путешествуют Где-то Ты должен Их как-то Остановить И у меня Прирост пошел Когда я решил Что буду Рассказывать Всем Бесплатно О том Как же я Потому что Стали поступать Какие-то вопросы Вот там Сфоткал А как А что Я сидел такой Ну Да ведь ничего Сложного нету Думаю Только я же Ну я не скажу Что я там Могу мир изменить Я могу Показать людям Что все просто Но Мне захотелось Как-то Внести Свой Вклад В развитие Других людей То есть Я понимал Что для кого-то Для кого-то Это Там Незбыточная мечта Познакомиться Хотя бы А то Что сфотографировать И я В первой же Своей фишке Вот я рассказывал И рассказываю Сейчас бесплатные уроки В первой же своей фишке Я Слил Условно говоря Свою световую схему С которой я все это снимаю Говорю Вот Есть фотка Я это делаю так Потом такие И стал появляться Какой-то фидбэк Люди такие Блин, спасибо А почему вы бесплатно Это делаете Я говорю Не знаю Ну просто хочу Вот Потом я начал Рассказывать про обработку Потом я начал рассказывать И потом Это перетекло В мастер-классы И причем Многие Кто читает Мои фишки Приходят на мастер-класс Они говорят Да мы не за знаниями пришли Просто Да Просто пришли Познакомиться И посмотреть Как ты это делаешь Познакомиться Послушать Что ты вообще Что ты за человек Кто ты такой А так Я могу сказать Что на мастер-классах У меня Вы абсолютно точно Не узнаете Того Чего нету У меня фишках Вот я прям В открытую Это говорю То есть Если посидеть Почитать их Там уже 70 штук Посмотреть видео уроки Просто вот открыть За вечерок Вот вы за вечерок Научитесь делать Те же самые Портреты Что делаю я Я никогда не критикую Чужие работы То есть Меня сейчас Часто спрашивают То есть Ну можно Работа на критику Скинуть Я говорю Я не критикую Просто жизненный принцип И Ну хотите Почитать почему Вот есть у меня пост И я тоже думаю Ну вот Зачем вообще Критиковать чужие работы Ну вот какая цель У них Вообще В этой критике Я понимаю Что если ты Обращаешься Ты даже этого Наверное не понимаю Если ты Захотел Обратиться К какому-то Фотографу За критикой То скорее всего Тебя самого Что-то не устраивает В твоих работах Это важно Вот это важно Понять Я никогда не хотел Никому Скидывать свои работы И А можете Пожалуйста Рассказать мне Вот что в них не так Я сам понимал Что я недоволен Этими работами Но вот если я недоволен Я посижу и подумаю Почему конкретно я Почему Почему конкретно я Этими работами Потому что творчество Но все-таки Отлично от науки Как бы сейчас Там не говорили Про необходимость Правила третей Необходимость Делать все По золотому сечению Я реально Очень глубоко Сомневаюсь Что какие-то Супер мировые Даже фотографы Вот они идут Вот они делают Кадр Таки Так я поставлю Это сюда У них это получается Почему у них это получается Потому что Они на подсознании Уже себе выработали Что вот так вот Выглядит красиво Так выглядит Некрасиво Это называется Набить руку А когда ты Хочешь что-то там Сфотографировать И у тебя в голове Как машину водить Или о гордон На гитаре перебирать Первое время Конечно Ты такой там АМ Там ДМ Ц Но если ты будешь Потом Писать песни И такой вот Не вот так вот И что-то там Классное петь А думать Как там Перебрать По правильному Эти аккорды У тебя ничего не получится Я написал Что я не критикую Работу Не потому что Я весь такой Зазнавшийся А потому что Вам моя критика И не нужна То есть Ну А чему вас Может научить Какой-то Непонятный дядька У которого Совершенно свое Творчество У меня Очень часто Работы сделаны Ну Их там Можно очень сильно Закритиковать Очень сильно Что это там Не по правилам Золотого сечения Здесь зачем Там рука обрезана Вот это Да Но если мне нравится это Вы же можете не смотреть То есть Зачем Вы вообще Вписываетесь В каких-то там Супер критиков Вас Не просят это делать Вы Так формируется Авторский почерк Ну Да То есть Ну Опять же Понятное дело Ты не будешь Там как-то криво Делать Как заваленный И то Завальный горизонт Сейчас многие делают Ну и все пишут Спасибо То есть Я когда скидываю Можно Пожалуйста Критику Я скидываю этот пост И просит Спасибо То есть Все начинают понимать Что вот Это же наверное Самый правильный ответ Что если ты хочешь Обратиться за критикой Тебе самого Что-то не устраивает Если тебя не устраивает Свои работы Подумай В каком направлении Посмотри на работы Того Кто тебя вдохновляет Как я когда-то На Довудовского И вот разбери Как он это сделал А у нас же Сейчас Часто просто Неправильные вопросы Задают Вот У нас там интервью С фотографом Очень классно Что ты такие вопросы Сдаешь Потому что часто Задают А сколько А сколько ты фоток Вот отдаешь Музыкантам Такие А вот А тебе бабки Платят Короче Ну не в плане Я понимаю Что вопрос про деньги Он важный То есть там Платят ли за какие-то афиши Но мне иногда говорят А вот ты кроме зверя пошел Кроме зверя пошел Фотографировать его А сколько ты денег заплатил И я говорю Фу Типа нисколько Я говорю Фу нисколько Но однако Вы сейчас сидите И спрашиваете меня этот вопрос Вот И то потом заплатил в итоге Какие еще вопросы есть Да Сколько ты временно Самое мое любимое С какой фотосессии Можешь начинать брать деньги Я говорю С 17 Они такие Да ладно Спасибо Все Пойду Пойду вот 16 Какой-нибудь отстой Сниму 16 А потом такие Так 17 Легко разыскал Может деньги брать Все Теперь я Или есть люди Которые вот это Каждый труд Должен быть оплачиваем Поэтому я вообще Не снимаю бесплатно Я вообще не снимаю бесплатно А потом Какой-нибудь Игорь Новиков Выкладывает Методичку И говорит Можете скачать за донат Либо бесплатно Какие донаты Дружище Вот ты Твой труд Это разве Труд твой Вот мой труд Это труд А твой труд Ты что-то там Писюку какую-то Написал Я конечно это прочитаю Спасибо Тоже русская такая забава Хотя может вообще Не только русская То есть мы Всегда почему-то думаем Что нам должны платить И наш труд Должен быть ценен Но при этом У нас есть Много зеркал На сайт Torrents.ru Мы очень любим Торренты Мы очень любим Ломанные фотошопы Мы очень любим Находить пресеты Мы очень любим Сайт складчина Где Но при этом Я Должен быть Высокооплачиваемым Фотографом Часто такие вопросы Сдают И я всегда гашу Подобными историями Это даже мне кажется Слишком банальный вопрос На какую технику снимаешь Ну да Не ну понятно что Это может быть важно Знаешь в каких случаях Создавать На какую технику Ты снимаешь Когда Человек тебе говорит Вот Canon 5D И Зуйка Ты это же Отстой дешевый Ты говоришь Да А как ты Отстой дешевый Снял И вот тут Вот это важно Ну а понятно Не знаю Это может Не моветон Такие вопросы Конечно задавать Не знаю я В общем То есть Вопросы Хорошие Мне нравится И вопрос Вот продолжая Про социальные сети Нужен ли фотографу Свой сайт Как ты считаешь Если он Что-то хочет продавать То есть Услуги фотографа Я думаю что да Потому что это Удобно Удобно Раз И во-вторых Представительно Наверное Очень Представительски Представ В общем Красиво это Вот Но мои многие Свадебные фотографы Знакомые Говорят что Инстаграм Просто Инстаграм Сарафанное радио То есть На сайте Удобно Просто зашел Такой По быстренькому Там цены Что входит И так далее Да Социальный Ну то есть Инстаграм Это такой Как бы Пиджачок Красивый На тебе Вот это важно Тоже Чтобы там Количество подписчиков Какая-то там Красивая лента Некоторые отрицают Инстаграм Не будет Мне это не надо Но потом все равно Туда приходят Вот Я считаю Что инстаграм Ну такое вот Ты такой красивенький И тебя могут напрямую Спросить Слушай, а ты что такой красивенький Куда идешь А сколько стоишь вообще А сколько тебя заказать может Ты думаешь 15 тысяч Есть Свадьба Вот Но Иногда люди Которые Выбирают себе Там может фотографа На Непонятно на что Корпоративы То есть Допустим Ты ведешь свою страничку В социальных сетях Там в инстаграме И у тебя Первые там 10 фоток свадьбы Где-то внизу Ты о супер классной Репортажной фотографии Да И люди такие Заходят и не видят их А на сайте Четко Там допустим Портреты Лавстории Концерты Там репортажка И так То есть Удобно Удобство У меня сайта нет Просто потому что У меня нету сейчас Потребности Вот так вот Людей как-то собирать То есть Я не Не считаю себя вообще Типа коммерческим фотографом Которого заказывают Там на корпоративы Заказывают на свадьбы Заказывают там что-то Пофоткать У меня немножко там Другая дорожка Возможно и на это Ступлю когда-нибудь Ну Сейчас просто Расскажи пожалуйста Была ли у тебя Персональная фотография Да Однажды была Ну я тогда сфоткал Из музыкантов Только Михалыч и сфоткал Но Меня тогда уже стали звать Выступить куда-то Это было на Казанской 7 В Фридоме И мне такие Вот Хочешь там выступить И Выставку свою провести Я такой Выставка Это хорошо Я тогда вложил в нее По-моему 25 тысяч рублей То есть я напечатал Купил рамочки В Икеа Клеил там вот эти Сделал паспарту Написав Все 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 По красоте Сделал Пришли ребята Стали Типа делать селфи Такие со мной Но все знакомые пришли То есть не было Каких-то там со стороны Люди Реально мои друзья Пришли меня поддержать Вот И Я такой У меня до сих пор Дом вот эта Кипа этих портретов лежит Я подумал Выставка классно Но 25 тысяч жалко И Сейчас Я хочу провести Какую-нибудь выставку Но Чтобы потом Эти работы Кто-то купил И я просто ее окупил То есть ничего не заработал Но при этом Ну не то что как-то Жабы душат Мне кажется что Это так правильно Наверное делать То есть люди приходят Не просто там поглазеть А хотят тебе какой-то взнос внести И там за не знаю За что угодно Ну забрать На самом деле Твой портрет В хорошем качестве В хорошем разрешении Какого-нибудь там Своего кумира И когда я писал Кстати музыкантам Раньше Я часто Писал о выдуманной выставке Я говорю Я хочу для выставки И ваше лицо Мне там очень надо Выставки никакой Вообще не планировалось А потом такое Ну вообще-то И когда я сейчас Кстати стал Вот эту тему поднимать В прямых эфирах Там в комментариях Мне такие Да-да Мы придем И купим обязательно То есть Опять же Тут нужно Тут нужно просто щелчок какой-то Найти площадку Опять же Я просто не хочу В какой-то фотостудии Это делать Мне хочется Да Если выставка Так вот Вот мы недавно встречались Мы делали встречу Называлась она Фотографии и вино То есть мы накупили Много кинзмараули Пили вино Говорили о фотках Но место проведения Знаешь где было? Ледокол Красин Какое пожелание Ты можешь дать Начинающим фотографам Начинающим концертным фотографам? Ничего не бояться И у меня завершающий слайд На моих мастер-классах Там изображен Лева Би-2 И подписано Не потеряйте в серебре Свои стремления Вот Тоже люблю эту фразу Вы Если вы изначально Ставите цель перед собой Заработать фотографией То есть вы берете камеру И сразу же начинаете думать Как выплатить за нее кредит Как бабла поднять там Ничего не выйдет То есть все-таки покупают Ваше творчество Это важно понять А творчество Оно не всегда Я не скажу, что оно Никогда не идет за деньги Иногда бывало, что у меня Заказывали фотосессию И там такие работы получаются Что я их себе в портфолио Там выкладывал Вот Но Очень часто Ты делаешь что-то На энтузиазме Порой даже Вкладывай туда свои деньги Очень часто Очень важно Ты вот Хочешь, чтобы все было классно И тебе нужно Не знаю Взять объектив в аренду Арендовать студию Ты Нужно параллельно заниматься Можно прочитать Можно прочитать Все это записываешь Все это записываешь Применяешь тут же Ну и конечно Как я уже говорил Уважением нужно все-таки Обладать К людям Окружающим То есть тогда К вам будут приходить На съемки И музыканты И актеры Обратная связь будет Классно к вам приезжать Прямо вот То есть Не стыдно Прямо привезти людей К вам Они говорят Давай, кто будет следующий И тут вот как-то По счастливой случайности Был Лева из Би-2 Он приезжает Такой А я думал Что студия находится На территории Заброшенного завода Ну у нас же Как все в Питере Заброшенные заводы Заводы стоят Фотостудии открываются Мы все творческие фрилансеры Вот И съемка была Значит на пятницу Пять вечера Он приезжает На Мерседесе С водителем И пятница Пять вечера Действующий Как оказалось Завод Народ выходит С КПП Просто такие Работеги Там Я думал А туда не заехать Ну тогда То есть можно Быть с другой улицы Заехать Но нужно было Пройти через КПП Причем где выход И вход Это одна и та же калитка И он такой Ну что Как туда заехать Я такой Никак Можно пройти И он На удивление Прям такой Да вообще без проблем Пойдем Вот А там еще Нужно паспорт Показывать было То есть я в полигон Вот Лев говорит Я в полигон Его никто Не узнал Из работяг Но при этом В студии сразу Очень странно Увидеть его там Ну да Ну типа да Непонятно Тогда причем Студия только открывалась Видимо сейчас Там уже постоянно Приезжают медийные люди Вот И если просмотреть Вообще множество Моих работ То вы Ну можно В отражение глаз Вообще видеть Световые схемы Чаще всего Вот И у меня всегда Там портретная тарелочка Либо софтбокс Если это вспышка Вот А тут какая-то Непонятная такая Кошачья штука И Когда я его фоткал Со стандартной Своей световой схемой То есть там Портретная тарелка сюда Контролючок сюда Ну не получался Не его это свет Ну не его Я уже такой У меня остается Там минут 20 на съемку У меня не получилось Того что я хотел Вот на экране Да Я думаю Ё-моё И вспоминаю Просто какую-то Световую схему Которую я видел В интернете Где два стрипбокса Вот бьют Один сюда Другой сюда Думаю Да я попробую Ставлю И получается Вот этот кадр Который тоже Ну Очень 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 Хорошо Наверное На меня работает Лёва Мерсия получилась Да Лёва классный Пьет много эспрессо Очень много Он за час По-моему Три эспрессо Выйту Такое Ну такой И важно Кстати Я у него спросил Я тоже такой Ну коленочки трясутся Вроде Я говорю А почему Вообще Ну вы согласились У меня пофоткаться И он сказал Что Ну то ли с детства То ли вот То ли недавно Он пришел к тому Что Одно искусство Всегда должно помогать Другому искусству То есть он говорит Я понимаю Что тебе моё лицо Для чего оно тебе надо Говорит И я в принципе Тоже выложу эту фотографию К себе в инстаграм Почему нет Он говорит Я приятно проведу время Получу фотки Но что самое главное Он говорит Я уверен Что сейчас я помогаю тебе Ну а как И благодарен буду Если кто-то там Когда-то в нужный момент Там поможет мне Только так Он говорит Вместе Можно до чего-то доходить Еду Лёва Кайф Во-первых Группа Король Шут Это Второй концерт Вру Первый концерт был Скутер Ладно Но я ходил с мамой Она там Меня на ручках держала Первый такой Сознательный концерт В жизни Это был концерт Группы Король Шут В 13 лет То есть Был 2003 год Это был Как-то Как в старой сказке Вот там Юбилейный Юбилейный И Ну Типа я вырос На их музыке Вот эта вся там история И когда я уже сфоткал Рому Зверя Мы после его выставки Он тоже фотограф Рому Зверя фоткает Вот Мы В ресторан пошли То есть Он как бы собрал ребят И нас туда пригласили Я прихожу И вижу князь Я думаю Опа Я такой думаю Как к нему подкатить А мне прям Это Ну Стеснительно Но Два бокала вина Сделали свое дело Я подхожу Он такой Да Слушай Классные картиночки Но договорись Там с моей женой Агатой Она Она же как бы Там Мой менеджер Она тоже фотограф Да Вот Я ей написал И говорит Да Давай договоримся Все И мы через какое-то время Встречаемся в студии Он такой приезжает Я делал Вот этот кадр Ну то есть Стандартный Опять та же световая схема Просто обычная Вот стандартная Но я думаю Дай-ка какой-нибудь Еще себе кадр Получаю Я его не выложил То есть Не помню почему То ли свет Как-то плохо лег Но я говорю А можешь Что-нибудь Крикнуть в кадре Он такой Конечно И вот он стоит Я не знаю Насколько сейчас Петличка Перебьет звук Но он стоит Такой и говорит Ну давай Хой Я такой Давай еще раз Чик Вот И он там Несколько раз Прям орал На всю студию Хой И я в тот момент Кстати Стал После этого Я стал На своих съемках Прям практиковать Просто Крикните Он такой Ну как Я начинаю орать Я говорю Давай орем Ну и люди Такие Ладно ты орешь Я буду орать Это тоже часть Там мастер-классов Моих Как выводить Модельные эмоции Надо самому Начать орать То есть И вот эту историю Рассказываю Ну благо Что князь Я стеснительный Тогда был Чего Куда мне там орать А он Я там реально Классно было Вот Потом мы еще раз Стоять Фоткались Это там Ну это уже Другая была Фотография Ну тоже в начале По сути Практически Сразу после Ромы Это и было Да Если в планах Запечатлеть Ренегата О Так Вообще По кишу Можно бы сходить Наверное Как-то Не знаю Планов много Очень много Но Не знаю Что меня останавливает То есть У меня иногда Бывают такие дни Когда я думаю Так Нужно всем писать Дни писанины У меня называются Я захожу на Кассир.ру Смотрю Кто приезжает В Питер Допустим Если там люди В Питере Не живут Ну Нахожу Каких-то Интересных Музыкантов Которых Да Я хотел Ближайшие Концерты Либо им Пишу Либо Менеджером Пишу И такой Вот Вы там Приезжаете Тогда-то Тогда-то В идеале В студию Но Хорошо бы Да В идеале В студию Но если что Я могу приехать К вам И в гримерку Вот С Володей Котляровым Было Абсолютно Так же Я говорю У вас концерт 14 февраля У нас в Ледовом Я говорю Могу приехать в Ледовый Со вспышками Он такой Слушай 14 точно Им не сможем Но мы приезжаем 13 И у нас будет Вечер свободен Я говорю Классно Давайте в студию Приедете Вот И все Встретились С Володей Вот А так бы Если бы я не зашел Тогда на Кассир.ру Да Я бы не знал То есть Бывают у меня Одни такие Да Нужно это Составить Планы Список Так-то Покешу Я бы прошел Конечно Здорово Ну очень Коваритный И здесь тоже Такая инверсия Белый фон Ну у меня Многое было На белом И на черном Я вообще Особой Фантазии Не блещу А цветные Портреты Появились Сейчас Я Раньше топил Прямо за ЧБ Только ЧБ Это стиль Вот Я понимаю У тебя два цвета Отдельный аккаун Да Не хочу мешать Не хочу Ну то есть Ну получилось Корзов это какой-то уже Типа ЧБ ЧБ чувак Корзов это ЧБ Все Вот Да И тут когда-то Почему-то в аккаунте ЧБ начинают Павляться цветные фотки Это странно И Я понимаю Что Ну там С точки зрения маркетинга Даже Ну вот этот аккаунт Там Он более популярный И А там Иногда просто Какие-то я хочу Пейзажики поснимать Вот внезапно Я создал И даже сейчас На самом деле Вижу Как вот От начала его С момента его создания Сейчас Как у меня Даже уже немножко Прокачивается цвет Я хожу на Курсы На встречи То есть я Тоже история Про цвет Была классная Я завел Телеграм канал Такой И у меня на него За один день Подписались Там по-моему 1200 человек И я такой Блин а что я с ним Делать буду Вот я создал А что я там вообще Как это ведется Вообще Тут канал И стал В Телеграме Искать какие-то Классные каналы И наткнулся На канал Виктора Магилата Он Фоткает Панельки Питерские С супер классными Цветами Ну и вообще Не только Панельки Питерские Но стал известен В основном Из этих панелек И я ему пишу Вконтакте Привет Увидел Что у тебя урок По цвету Стоит 3000 рублей Я хотел бы у тебя Его купить Он такой Отвечает мне Это что шутка какая-то Я думаю Сейчас захейтит меня Типа ты же черно-белый Какой цвет Я говорю В смысле Он говорит Да я уже То есть Некоторое время Типа очень давно С тобой слежу И все недавно Думал Как тебе подкатить С тобой познакомиться А ты тут А ты тут Типа сам мне пишешь Я говорю Ну я могу тебе Что-нибудь там Если надо подсказать Я говорю Я просто не знаю И вот все На следующий день Я у него купил урок Мы встретились В кафешке И он мне там показывал Как эти всякие там Ченел-миксер крутить В такие кривые уровни То есть Мне тоже интересно Вообще все интересно Что связано с фотографией Первый раз я понял Что хочу с ним Этот цветик Когда был в Таиланде Первый раз в Таиланде Это было Три года назад Или два Когда-то тогда Ну все понимаем Блин такой Смотрю вокруг Да какое чебе В Питере ты понятно Выходишь У тебя цвет И есть чебе То есть Ты выходишь У тебя все то же самое Да А там все такое Что-то зеленое Цветное И Когда ты в это Окунаешься Ты понимаешь Что это совершенно Другая общестезя Другая сфера И начинаешь Чтобы как-то копаться Какие-то программы Там изучать Ты начинаешь Крутить проги Вот Поэтому да Цветные портреты Тоже стали появляться Но больше там конечно Уличного Ну что На этой прекрасной ноте Мы завершаем Наше интервью Большое тебе спасибо Очень рады Были Взаимно Взаимно Было приятно Пообщаться Думаю что Встретимся еще Не один раз Всем пока Счастливо